Хактайм, друзья, и всем привет! Это вторая часть обзора на Flipper Zero, его функционала. В этой части я вам расскажу, что такое BadUSB, а также поговорим про атаки на инфракрасный порт. Также мне в прошлом видео сказали, что я не показал функционал BruteForce Exciting Dump в SubGhz. Показываю. В общем, переходим в Applications, говорим Tools, выбираем SubGhz BruteForcer. И вот здесь мы выбирали, если помните, шлагбаум game, его частоту. Кстати, для тех, кто не знает, можно увеличить количество попыток на BruteForce Shлагбаум, чтобы сигнал, например, отсылался несколько раз. Достаточно тыкнуть кнопочку вправо. Видите, вправо и появилось X5, X6, X7. И, следовательно, каждый раз, каждая попытка будет отсылаться 7 раз. Более медленно, но более качественно. Выходим, перелистываем самый низ и вот здесь выбираем BruteForce Exciting Dump. Выбираем. Дальше здесь нужно выбрать, допустим, ну вот, например, вот этот. Не можем прочитать, ну ладно. Выберем другую. Вот здесь мы можем выбрать 2 байта, либо 1 байт. На самом деле это неправильно. Там, где 2 байта сейчас указано, это 1 байт. А если, ну, в общем, логика непонятна. Для чего это нужно делать? Допустим, если это ворота от шлагбаума, там есть кнопка 1 и кнопка 2. Либо, если 2 шлагбаума рядом находятся, мы можем пробрутфорсить последний бит, вот этот. Нажимаем, начинает BruteForce. И он перебирает все возможные попытки к последнему байту. Выберу другой файл, чтобы у меня там проекционный экран не опустился. Ну вот, допустим, Select вот этот. И видим, что попыток у нас 255 в 16-ти ричной системе. Просто смотрим, если у нас есть уже какой-то дамп, возможно, нам повезет открыть какие-то шлагбаумы, которые находятся рядом. Потому что логика очень простая. Там две кнопки на пульте, четыре кнопки на пульте. А вобью я одну кнопку в один шлагбаум, а вторую кнопку во второй шлагбаум. И в основном они находятся рядом. Надеюсь, вы поняли логику. Если что непонятно объяснил, хотя старался, пишите в комментариях, я объясню другими словами. Далее по функционалу атаки на инфракрасные порты. Тут все очень просто и примитивно. На самом деле нужно просто иметь хорошую библиотеку файлов. К слову, она будет на моем телеграм-канале, на ютубе, ну, негде ее просто сместить. Переходим в инфраред. Первое, что мы можем сделать, это новый контроллер, новый, наоборот, learn new remote, новый пульт выучить. Допустим, здесь пульт эндкондиционера. Я еще ничего не нажимал, подожди. Нажимаю retry, нажимаю кнопку exit, и вот здесь. Все, выучился. Дальше я нажимаю save, и нужно сказать, что это, например, пульт от кондиционера, кнопка power. Отличительная черта, что мы не можем сделать универсальный пульт для кондиционера. Для этого придется использовать компьютер, чтобы сделать пульт для флипера, чтобы все кнопки там были. Для примера. Я так не делаю, потому что все необходимые пульты, в принципе, я скачал IRDB. Я его как-то уже выкладывал на канале, сможете найти с помощью поиска. Скажу save remote, и вот здесь я захожу, и видим кондиционеры, аудиоресиверы, blu-ray, камеры и так далее. Я просто захожу, например, в кондиционеры. Дальше я посмотрел, что кондиционер надо мной будет, не знаю, фирмы Ariston. Выбираю Ariston. Ну, видите, здесь только вкл-выкл. Давайте я выберу какой-нибудь другой. О, здесь уже поинтереснее. Здесь power, влажность, скорость, свинга, кулер, таймер и так далее. Ну, и по такому типу в IRDB можно найти абсолютно любые пульты. Если такого пульта нет, то можно его выучить. А с помощью файлов, дампов, которые у вас есть, можно состряпать пульт вот такой универсальный, в котором будут все абсолютно кнопки. Для того, чтобы это сделать, это довольно несложно. Просто посмотрите сохраненный пульт из IRDB, как он выглядит. Откройте и туда подставьте свои значения. Все очень просто. Так, далее насчет функционала BADUSB. Вообще, что это такое и что для этого нам нужно будет? Ну, у флипера вот здесь есть USB-порт. Помимо того, что это зарядка и трансфер данных, это еще и возможность использовать атаки BADUSB. Для этого нам понадобится вот такой, кстати, очень нужный шнур. Здесь абсолютно все коннекторы. Здесь Type-C, Micro, и он же еще сделан как для Apple. В общем, все в одном. Скажу, что в данном случае нам понадобится только Type-C. И USB по типу A, вот такой. Для тех, кто не понимает, что такое BADUSB, BADUSB – это возможность выполнять определенные payload-ы, сценарии, файлов. Якобы они делаются от имени пользователя и через клавиатуру пользователя, подключая к компьютеру. Давайте продемонстрирую. Кстати, архив со всеми payload-ами я выложу тоже у себя на канале. Я буду показывать это все на своем компьютере, прямо вот так вот от третьего лица. Я прошу прощения за срач, который у меня есть в комнате на рабочем месте, но искусство требует жертв. Вот, заходим в BADUSB. Я единственно могу подтупливать, потому что слишком много всего. И большой плюс, что мы можем иметь огромное количество payload-ов. Какие-то нужно конфигурировать, какие-то не нужно конфигурировать. Ну, в общем, покажу примере шуточных payload-ов. И на примере своего компа. Скажу, что в папке, кстати, BADUSB вам нужно создать папку LUT, если вы хотите какие-то... Вот папка LUT. Если вы хотите какие-то файлы, например, чтобы пароли от Wi-Fi в результате BADUSB, они падали, без этой папки им некуда будет падать. Папку LUT мы создаем на флешке. Дальше идем вот сюда. Flipper.Zero.BADUSB. Скажу, что давай пранк, наверное. Пранк и выберем... Recrawl ASCII. Скажу payload. Готово. Он говорит, connect USB и нажми кнопку в середине. Ну, настало время. Валера, настало твое время. В общем, зря я вам нахвалил этот кабель. Flipper отказался с ним работать. Ничего страшного, взял другой. Воткнул его в USB и нажимаю Run. Смотрим, что происходит. Открывается блокнот. И это все печатается якобы от клавиатуры. Я, понятное дело, не буду на своем компьютере показывать какие-то активные payload-ы. Собственно, таких очень много. Я покажу безобидные. Но в образовательных целях скажу, что можно, например, сграбить оттуда с компьютера, с Windows все пароли. Запустить forkbomb. Компьютер перезагрузится. Да можно все, на что хватит фантазии. Давайте я запущу другой payload, посмотрим, как работает. Вот такой интересный payload называется Hacker Typer. В общем, эмулирует якобы действия хакера. На вашем компе выглядит очень презентабельно. Открывается командная строка. Открывается браузер. Браузер переводится в полноэкранный режим. Ну и все. Нужно сказать, что все payload-ы, построенные на языке Duckie Script, это к прибору Rubber Duck от Hack5. Они первые изобрели его. И, собственно, выложили язык, на котором теперь многие пишут payload-ы для BDUSB. Ну, вот так вот скрипт отработал, BDUSB отработал и завершился. Ну, для примера, у меня в папке лежат BDUSB credentials, это логин-пароль. В общем, не логин-пароль, а читательные данные. Браузеры, пароли. Я решаю. SAM-файл для Windows. SudoSnatch, это ATC-паспорт. Выполнение, экзекущен. И все в этом роде. Я думаю, если вы захотите, вы сами покопаетесь в архиве и найдете то, что вам нужно. Везде, в принципе, есть файл README. Читайте с компьютера. Если его нету, то легко понять, что выполняет скрипт. В общем, так, друзья. Думаю, если было интересно, то ставьте лайк, подписывайтесь на телеграм-канал. Все запчасти будут лежать там, в телеграм-канале. Всем пока. Never gonna give up.